Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Приа, и сегодня мы поговорим о пассивном увеличении получаемой репутации при выполнении локальных заданий. Стоит заметить, эта механика уже довольно-таки старая, но просто мало ли, вдруг кто-то забыл о ней, или кто-то вообще только-только начал играть в Shadowlands и познаёт этот замечательный мир военного ремесла. Поехали. Что нам нужно? Нам нужен какой-либо начертатель, либо просто-напросто мы можем обратиться к аукционному дому, ну то есть просто-напросто прожимаем аукциониста. И нам нужно найти item, который соответствует текущему дополнению, текущим фракциям, а именно нам нужен контракт. Научиться бы ещё это слово правильно писать, ага. Есть контракт с неумирающей армией, есть контракт с Двориком Жнецов, есть контракт с Дикой Охотой и имеется контракт с Перерождёнными. Суть в том, что когда вы юзаете этот контракт, вы получаете баф на 7 дней. И в течение этого времени, 7 дней реального времени, вы получаете дополнительные 10 единиц репутации с той фракции, с которой вы юзнули этот контракт при выполнении локальных заданий. Локалочки исполнятся часто, мы их делаем, мы получаем различные интересные вещицы при выполнении локалочек, то есть аниму, голдишку, шмоточки, баджики для питомцев. И таким образом мы ещё репутацию получаем, но с помощью контракта мы можем таргетно получать немножко репутации с какой-либо фракцией, собственно, на которую мы юзнули этот контракт. Цена на текущий момент у контрактов, конечно, кусается, но самый дешёвый это контракт с неумирающей армией, 1200 голды. И в принципе там затратные реагенты примерно стоят столько же. Суть в том, что хоть и репутация не очень-то нужна в текущий момент, за превознесение мы покупаем всего лишь 200 левела вещицы, будут маунты, самые обычные в припасах. Припасы это сундучки за 10 тысяч бонусной репутации, и вот получаются припасы неумирающей армии, колоссальный коктеватель, и припасы дикой охоты, янтарный, арденвельдский мотылёк. Поэтому юзаем контракт, делаем максимальное количество локалок, и всё на этом. Монолог мой на этом окончен, больше объяснять по этой механике нечего. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!